Воистину, хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим о помощи и прощении. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах наставит на прямой путь, никто не собьет. А кого Он собьет, того никто не наставит. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. А затем, поистине самая правдивая речь это книга Аллаха. И лучшее руководство это руководство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Худший из дел новшества. Каждое новшество это нововведение. Каждое нововведение заблуждение, а каждое заблуждение в огне. Хвала Аллаху, живому, который не умирает. Хвала Аллаху, живому, Сидержителю. Хвала Аллаху. Он живой и нет божества, кроме него. Аллах сказал, уповай на живого, который не умирает, и прославляй его хвалой. Его жизнь и причист он совершенно. Она не имеет конца. Все на ней, то есть на земле, смертны. Вечен лишь ли Господа Твоего, обладающий величием и великодушием. Причист он и возвышен. Он не умирает, а джины и люди умирают. Он предписал своим рабам смерть. И ничто не может отразить его предписание. Он предрешил и предопределил. И верующий не может возражать против его решений. Напротив, верующий покоряется велению Аллаха. Он Аль-Хай, живой. Он живой, кроме которого нет божества. Он предписал своим рабам смерть, который он унижает тиранов. Смерть, который он избирает лучших верующих. Смерть, который напоминает созданным им рабам о своем совершенстве, жизни и о том, что они вернутся к нему. Он умертвит вас, а потом оживит вас. Причист он и возвышен. Рабы Аллаха, раз таково установление Всевышнего Аллаха в его созданиях, нельзя идти против его решений. Если он предписал рабу смерть, может ли кто-нибудь возразить этому? Аллах сказал, и вы смотрите на умирающего. Мы находимся ближе вас к нему, хотя вы не видите этого. Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяние, не вернете ее, если вы говорите правду? Когда душа выйдет, она не вернется. Поэтому рабам можно лишь смириться с этим. Разве если они скажут «нет», любимый или близкий человек вернется после того, как ушел? Если они будут противиться и скажут «а почему? За что?» Это им как-то поможет? Аллах сказал, его не спросят за то, что он совершает, а они будут спрошены. Разве можно говорить, если мы не выйдем, нас не убьют? Если бы они послушались нас, то не умерли бы и не были бы убиты. Если бы его здесь не было, его бы не постигло то, что постигло. Аллах говорит, «Скажи, даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь, из-за чего-то одного или другого. Поэтому верующий убежден, что то, что постигло его, не могло обойти его стороной, а то, что обошло его, не могло его постичь». Что-то, что предопределено и предначертано, обязательно случится. Поэтому Аллах пообещал три вещи за три вещи в трех вещах. Он сказал, «О те, которые уверовали, обратитесь за помощью к терпению и намазу». Воистину, Аллах стерпеливыми. Затем Он сказал, «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят, «Воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем». Он сообщил своим рабам, что их постигнут испытания и потери трех видов. В них самих душевные испытания. Это, например, страх или испытания в теле. Это физические беды. Все это касается испытаний в людях, испытания в имуществе, финансовые беды, потеря плодов. И когда эти беды произойдут, а Аллах непременно выполнит их, в аяте использовано слово «Ля наблюанна кум» «Мы непременно испытаем вас», то что же будет делать раб? Три вещи. Обратитесь за помощью к терпению. Это поклонение в сердце. Также слова «Воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Это поклонение словами. И третье объединяющее между ними намаз. Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Затем Аллах сказал «Которые, когда их постигает беда, говорят «Воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Что же Он пообещал за эти три вещи? Он пообещал три великих дела. Они удостаиваются благословения Своего Господа. Аллах упоминает о них в высшем обществе среди Своих ангелов. Он оказывает им честь, поднимает их степени, возвышает их положение, ниспосылает им свою милость и окунает их в награду. Благословение от их Господа и милость. Он милует их, стирает их грехи, увеличивает им их благие дела. Эта милость заполняет их сердца спокойствием, уверенностью в Аллахе, упованием на Него, принятием Его велений и передачей своих дел к Нему. Они следуют прямым путем. Их Господь ведет их прямым, великим путем. Он ведет их к прямому пути, ведет их к дороге райских садов наслаждения. Аллах сказал, сердце того, кто уверовал в Аллаха, он наставляет на прямой путь. После того, как сказал, любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании. Тот, кто знает, что его несчастье от Аллаха, тот будет доволен этим и покориться. Если бы несчастье были не от Аллаха, люди могли поспорить, но они от Аллаха. И кто верит, что они от Него, тот покоряется. У одного из наших праведных предшественников семеро сыновей умерли за один раз от чумы. И он сказал, о Аллах, я муслим, покорившийся, мусалим, отдающийся на волю Аллаха. Если задуматься над этим великим предложением, которое произносится при наступлении несчастья, поистине, мы принадлежим Аллаху, мы принадлежим Ему, и Он делает с нами то, что пожелает. Он умерщвляет нас и оживляет, забирает нас и оставляет в живых, насылает на нас болезнь и исцеляет, делает нас бедными и богатыми, дарует нам благополучие и испытывает нас. Мы принадлежим Ему. Мы не можем выйти за пределы Его власти. Мы не выходим из Его велений. Кто познает это, тот покорится. После того, что предопределено, может быть только наше довольство. То довольство, которое приходит с наградой и наслаждением от милосердного Господа. И быть может вам неприятно то, что является благом для вас. Человеку неприятно его несчастье. Но в этом несчастье может быть много блага. Пророка, да благословит Его Аллах и приветствует, изгнали из Мекки, из его любимого города. При этом расставании он испытывал большую, сильную душевную боль. Но после этого Аллах утвердил его силу в Медине. Его государство стало в Медине. Его армия стала в Медине. И оттуда пошли завоевания и великое благо, которое произошло. Юсуфа мир ему разлучили с его отцом. Его бросили в колодец. Его продали за ничтожную цену, всего за несколько диргемов. Он превратился в раба, прислугу. Был испытан женскими кознями и попал в тюрьму. Но что было после всего этого? Что было потом? После этого он обрел возвышенное положение. И Аллах даровал ему власть. Аллах даровал ему власть. Юсуф сказал, Господи, Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Аллах помог ему против того, кто притеснял его. Когда жена знатного мужа сказала, теперь истина прояснилась, это я пыталась соблазнить его. Аллах воссоединил его со всей его семьей. Он прижал к себе своих родителей. Те, кто притесняли его, пришли к нему говоря, окажи нам милость. Клянемся Аллахом, Аллах предпочел тебя нам. Рабы Аллаха, воистину мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся. И к нему вернемся, это назидание. Первое это принятие, воистину мы принадлежим Аллаху. Он делает с нами что пожелает, забирает что пожелает и дает что пожелает. И к нему вернемся, это назидание. Человеку, у которого что-то забрали, напоминают, что он вернется к своему Господу. И если там будет встреча, встреча душ в мире Барзаха, Затем встреча душ и тел в райских садах. Верующему будет легче, когда он знает, что даже если он расстался с любимым человеком, то если оба они были верующими, будет так, как сказал Аллах. Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере. Наш Господь щедрый. Наш Господь сострадательный и милосердный. Щедрый это тот, кто обязательно дает, если что-то забрал. Щедрый это тот, кто обязательно должен чем-то заменить то, что взял. Разве это не великая милость? Разве Аллах не обладатель великой милости? Пречист он и возвышен. Он показывает милость. Разве он не воздает большей наградой? Он воздает своим рабам большим и возмещает им благом. О, Аллах, мы просим тебя сделать нас во время несчастья одними из терпеливых, а во время радости одними из благодарных. Сделать нас покорившимися твоему шариату, верующими в твое предопределение и установление и на тебя уповающими. О, Аллах, ничто не отразит предопределенное тобой. Никто не распространит то, что ты забрал и не заберет то, что ты распространил, не воспрепятствует тому, что ты дал и не даст то, что ты запретил. Мы свидетельствуем, что нет божества, кроме тебя, на тебя мы уповаем, тебе каемся и к тебе предстоит наше прибытие. На этом я заканчиваю и прошу прощения у Аллаха за себя и за вас. Просите у него прощения, поистине он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху! Я свидетельствую, что нет божества, кроме него, живого Вседержителя. Пречист Аллах! Аллах велик! Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Поистине все мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся. Я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник, он был испытан, но проявил терпение. Его Господь одарил его своими милостями и он проявил благодарность. Да благословит Аллах его, его семью, сахабов и благое потомство, его жен, благословенных наместников, сподвижников и тех, кто последовал за ними вплоть до судного дня. Рабы Аллаха! Аллах сказал, потерпи же до решения твоего Господа. Это его решение, это его предопределение, это его предписание. Он обладатель милости, Он дарует, Он щедр и возмещение приходит от Него, причист он и возвышен. Поэтому, когда Ум Саляма передала великий хадис от пророка да благословит его Аллах и приветствует о том, кого постигло несчастье, чтобы он говорил «О Аллах, вознагради меня в моем несчастье и дай мне взамен нечто лучшее». Ее муж Абу Саляма умер, ее возлюбленный, ее спутник в Мекке и оба супруга тогда зашли в Ислам. Они были первой семьей, совершившей хиджру к пророку да благословит его Аллах и приветствует в Медину. Они с мужем были разлучены. Это сделали куфары. Затем Аллах воссоединил после долгой счастливой семейной жизни, после этого жизненного путешествия, наполненного верой, верностью и добрым обращением Аллах предписал ему умереть. Когда умер этот верный, щедрый, благородный муж, Ум Саляма сказал о себе «Кто может быть лучше, чем Абу Саляма?» Она рассказывала «Но я сказала то дуа», то есть это предложение «О Аллах, вознагради меня в моем несчастье и дай мне взамен нечто лучшее». И Аллах дал ей взамен посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует в качестве мужа. Она стала одной из матерей верующих и будет с ним в райских садах. Важно, когда с рабом случится несчастье, чтобы он знал, что надо говорить. Хвала Аллаху! Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся. Два этих выражения строят великий дом ни на что не похожий. Особенный дом, который называется домом хвалы Байт-Уль-Хамд. Аллах спрашивает ангелов «Вы забрали ребенка моего раба, которого он так любил? Вы забрали плод его сердца?» Ангелы отвечают «Да». Их Господь спрашивает их и Он знает это лучше них. «Что сказал мой раб?» Они отвечают «Он восхвалил тебя и сказал «Хвала Аллаху! Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся». И Аллах велит «Постройте для моего раба дом в раю и назовите его домом хвалы». Вот приходит человек со своим маленьким ребенком которого он очень любит он обнимает его слушая урок посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует Пророк да благословит его Аллах и приветствует заметил эти отеческие объятия и спросил «Любишь ли ты его?» Он ответил «О посланник Аллаха да полюбит тебя Аллах так же как я люблю своего сына». От того как сильно он его любил он желал чтобы любовь Аллаха к своему пророку была такой же Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует потерял его из виду на какое-то время спросил о нем и люди сказали его сын который был с ним умер Пророк да благословит его Аллах и приветствует встретил его он специально пошел навстречу с ним он выразил ему свои соболезнования а затем спросил желает ли он чтобы его сын остался в живых или же он хочет чтобы в судный день к какой бы двери рая он не подошел он увидел его как тот опередил его и открывает ему эту дверь так что сказал тот верующий человек оставь его мне я хочу его сейчас до Ахирата еще дожить надо нет он конечно выбрал Ахират он выбрал рай так же как его выбрала верующая женщина которая страдала от припадков эпилепсии она пришла жалуясь посланнику Аллаха да благословит его Аллах приветствует и он сказал ей если хочешь я сделаю за тебя дуа а если хочешь терпи если хочешь терпи и тебе будет рай она ответила я буду терпеть но сделай дуа Аллаху за меня чтобы я не обнажалась во время припадков из-за ее внимания хиджабу который сегодня забросили многие люди кроме тех кого помиловал Аллах рабы Аллаха от Аллаха обязательно придет замещение вопрос потери можно решить только верой о те которые уверовали обратитесь за помощью к терпению терпение это детище веры необходимо иметь сильную веру в Аллаха в его предопределение в его вознаграждение в его милость в его замещение когда сына Урвы ибн Зубейра сглазили и он упал один человек пришел и сказал как он красив и мальчик упал под ноги коня и конь продолжал легать его пока он не умер это была ужасная смерть затем у Урвы началась гангрена в ноге и ему сказали мы напоим тебя чтобы ты спал пока мы ее ампутируем он сказал нет я не буду прибегать к ослушанию Аллаха в повиновении ему давайте я буду молиться когда я пойду на суджуд я протяну вам ногу и он пошел на земной поклон и они отрезали ему ногу когда он был в суджуде после этого он сказал о Аллах даже если ты испытал меня ты также даровал мне благополучие если что-то забрал то ведь что-то и оставил у меня было семь сыновей ты забрал одного и оставил шесть и у меня было четыре конечности ты забрал одну и оставил три когда эти напоминания о вере приходят соболезнованиях от людей и исходят от сердца они очень облегчают беду того с кем произошло несчастье у одного человека скончалась дорогая ему дочь Якута он впал в депрессию и его скорбь не могли разрушить никакие слова пока один человек не зашел к нему и не сказал то что у Аллаха лучше для нее чем то что у тебя и награда Аллаха для тебя лучше чем твоя дочь награда Аллаха за твое терпение по ее потере лучше чем то чтобы она оставалась у тебя и милость Аллаха и то вечное наслаждение которое есть у Аллаха лучше для нее чем то что есть у тебя ты кормишь ее поешь одеваешь предоставляешь жилье носишь но у Аллаха есть такое наслаждение которое не отравляет ничто нет ни душевной боли ни физической как здесь у тебя в Дунии так что ты можешь ждать своей дочери здесь о верующие кто задумается о замещении от господа миров после несчастья выглядит так что это потеря мы непременно испытаем вас незначительным страхом потерей имущества людей и плодов это выглядит как потеря но замена может быть посредством рождения другого ребенка после потери первого прибыли после убытка также замена может быть в сердце в виде спокойствия мира и хорошей жизни которую не знает никто кроме тех в чьи сердца это помещает Аллах замена может быть и в хорошем поминании или какой-то другой милости которую получит тот кого постигло несчастье и он верит и покоряется проявляет довольство замещение может быть и в Ахирате и это утверждается для верующих прощение рай благая награда поминание поднятие степеней так что люди жившие в благополучии в судный день будут мечтать о том чтобы их испытывали в Дуни Ракубам в Шаряти называют человека у которого при жизни не умер ни один ребенок что это значит на самом деле человек умер раньше всех своих детей если же при его жизни у него умер ребенок то Всевышний Аллах щедрый в конце концов братья мои важно чтобы смерть пришла к тебе тогда когда ты веришь в Аллаха и в судный день весь этот мир тленен и приходящ и пока мы в нем мы должны работать на довольство Аллаха так как он повелел и как захотел затем мы должны быть довольными тем что произойдет что бы ни случилось о Аллах мы просим тебя простить нам все наши грехи и принять наше покаяние о наймилостивойший из милостивых о Аллах очисти нас от наших грехов как в день когда родили нас наши матери мы просим у тебя прощения и благополучия в нашей религии и в мирской жизни в наших семьях и имуществе о Аллах чтобы быть предательскими убитыми снизу о живой о вечно сущий я обращаю за защитой к твоему милосердию о живой о вечно сущий мы обращаемся за защитой к твоему милосердию приведи в порядок все наши дела и не доверяй нас нашим душам ни на мгновение мы просим тебя совершения благих дел оставление порицаемого и любви к беднякам о Аллах мы просим тебя искренней веры просим языков поминающих тебя о Аллах исправь наши сердца и оживи их верой о Аллах не спошли нам хлад убежденности о господь миров о Аллах мы о наимилостивейший из милостивых о Аллах здесь мы просим тебя даровать нам возможность взглянуть на твой благородный лик в райских садах блаженства о Аллах даруй нам это удовольствие и не лишай нас его о обладатель великой милости даруй нам безопасность в наших странах и домах исправь имамов и правителей и прости нас о могущественный о прощающий сделай так чтобы мы были в безопасности и спокойствии в наших странах о Аллах сделай страны мусульман наполненными поминанием тебя действующими согласно твоему шариату устанавливающими твою религию о Аллах одари нас и наших братьев безопасностью и верой о Аллах помилуй слабых о Аллах помилуй наших слабых братьев о Аллах группу наших братьев убивают и некому плакать по ним а ты наймилостивейший из милостивых о Аллах избавь их от того вреда который постиг их о Аллах помилуй их слабость исправь их положение помоги им против их врага накорми их голодных приюти бездомных исцели больных вылечи раненых помилуй умерших объедини наистине их слово о господь миров о самый милостивый из милостивых помоги исламу и мусульманам возвысь слово религии подави враждебных сторонников нечестия и отклонения и распространи среди нас свою милость о наймилостивейший из милостивых твой господь господь могущества причист и далек от того что они приписывают ему мир посланникам хвала Аллаху господу миров